В Чувашии продолжается декада спорта и здоровья. Она стартовала 1 января и завершится 12. Завтра в Научбоксарске откроется Всероссийский чемпионат по легкой атлетике. Богатыми на соревнования выдались и прошедшие праздники. Начни год с заботы о своем здоровье. Под таким девизом 5 января в Чувашии прошел единый день здоровья и спорта. В республике прошли турниры по баскетболу, волейболу и первенство по лыжным гонкам. Не осталось в стороне от массовых стартов и наша съемочная группа. В республике в единый день здоровья и спорта за здоровый образ жизни проголосовали многие жители. Кто-то предпочел спортивные залы и бассейны, ну а более 200 чебоксарцев пришли сюда, в центр зимних видов спорта. По традиции именно здесь в начале января проводят массовую лыжную гонку. С каждым годом количество участников этих соревнований увеличивается и это не случайно. Многим известно, что даже 20-минутная пробежка на лыжах эффективнее одного часа занятий на тренажере. На экваторе праздничной недели время для занятий спортом нашли не только взрослые, но и дети. Для некоторых эти соревнования и вовсе стали дебютом. Один из самых юных участников гонки Никита Адюков стал на лыжи только в этом году. Теперь на спортивные старты семья всегда планирует выходить в полном составе. То есть полезно, здоровье укрепляем. Мы еще и в садике утренировались. Тебе нравится кататься на лыжах? Иногда так кататься. Вместе с любителями на одной трассе и профессиональные спортсмены. Чемпионка Всемирной универсиады, несмотря на плотный график тренировок, тоже решила принять участие в праздничной гонке. Дистанцию Татьяна Семенова преодолела быстрее всех. Хотя о победе девушка думала в последнюю очередь. Я просто хотела принять участие в этих соревнованиях. Просто для себя выступить на этих стартах со всеми вместе. Поддержал участников лыжного забега и глава республики. Михаил Игнатьев отметил, что Чувашию недаром признали самым спортивным регионом страны. Лучше всех наград это подтверждает настрой жителей. С каждым годом количество приверженцев здорового образа жизни увеличивается. Надо выходить, дышать этим свежим воздухом, подбадривать себя. Вот самые главные ценности в каждом человеке, в каждой семье должно быть. Мужская дистанция 10 километров, женская в два раза короче. На финише самые быстрые юные участники гонки получили медали и подарки. Хотя многие сюда пришли не за наградами, а ради своего удовольствия. Заряд бодрости все получили с избытком. Медрик Ковалев и Николай Яковлев. Республика.